сейчас дорогие мои видео слушатели я хотела бы поговорить о том как мы выбираем свою половинку как понять что это моя половинка они чья-то здесь есть несколько моментов или мы выбираем так как вот нам сердце подскажет а там было не было или мы выбираем сюда сердце подсказывает но мы подключаем еще свои знания свое мышление и делаем выбор или же вы продолжаем с этим человеком приближаемся к его жизни к его личности или мы делаем шаги по удалению по выходу из взаимоотношений и делаем дистанцию скажем дружбы или дистанцию отчужденности с этим человеком для того чтобы принять какую-то концепцию мы можем осмыслить то что было в нашей жизни на примере нашего отца и матери почему они создали семью какие у них были чувства друг другу какие были условия тогда для взаимоотношений для взаимодействий и решить для себя хотели бы мы именно такую судьбу и хотели бы мы такого бы счастья для себя конечно здесь очень большая тема и здесь много очень уровней уровень то что нам следует понять это что я считаю добром и злом что я делаю доброго и злого для других что я делаю доброго и злого для себя собственно говоря и что я ожидаю от другого человека что он делает снова такие доброго для себя что он делает доброго и недоброго для окружающих и вот это доброе и недоброе но каким-то образом должно сопоставиться с нашим с нашими действиями это не то что мы говорим а то что мы делаем вот реально может ли быть счастье без здоровье конечно же нет я должно быть здоровье у человека то есть это базовый принцип если вы понимаете что человек болен значит надо сразу понимать что чем вы столкнетесь непосредственно с этим человеком что вы будете иметь да какие жалобы какое недомогание каких врачей вам нужно будет все время посещать какой бюджет это будет занимать и дальнейший уровень это как эта болезнь это заболевание будет влиять на ваше потомство на ваших детей и это опять таки уровень здоровья дальше уровень это образование если этот человек читает любит читать любит просвещаться то это один путь когда вы можете расти вместе любите ли вы читать или вы только видео любите смотреть и у вас может быть не хватает времени или желание почитать самостоятельно литературу если у вас возникнет желание почитать и вы может быть поинтересуетесь какими книгами я руководствуюсь в своей жизни и с тем что я вам что-то говорю и рекомендую то напишите я вам да может быть порекомендую что-то интересное и так уровень образовательный вот это тоже очень важно если вы интересуетесь только технической стороной вопроса это тоже должно быть все сопоставимо в целости между двумя людьми и духовная практическая и техническая там химическая какой угодно чем в какой области вы являетесь специалистами какая область вас привлекает как профессионал потому что в любом случае в какой бы области человек не был нужно находите время для того чтобы быть профессионалом в области жизни это не только химия это не только ботаника это не только медицина область жизни это философия которая подразумевает собой то как мы относимся к себе как мы относимся к окружающим как мы относимся к богу как мы относимся к нашему будущему как мы относимся к нашему прошлому это все входит вот именно в то что должно сопоставиться между двумя людьми и так если вы выбираете по зову сердца это тоже прекрасно даже если вы будете понимать что это человек не совсем вам подходит или же вы полностью уверены что это человек абсолютно вам подходит вы все равно встретитесь с очень серьезными экзаменами в отношениях какими именно экзаменами и к чему нужно быть готовыми вы можете также написать мне и я могла бы вам конкретно сказать к чему вам нужно быть готовым понятно если мы допустим не хотим болеть то нужно закаливаться закаливать себя то там делать определенные упражнения там водные процедуры делать дыхательные гимнастические и так далее то в отношениях тоже нам нужно понимать что есть определенные взаимодействия когда вы будете получать нечто от второй половинки когда это будет ужасно и в чем этот ужас это уже сейчас будет понятно если вы обратитесь к нашей семье с вопросом то мы сможем вам сказать в чем будет этот ужас то есть это неизбежно и единственная разница между людьми это те которые уже сказать закалились в отношениях и те которые не закаленные то есть сказать те дети и взрослые или сказать уровне людей которые уже подготовленные которые не подготовлены как сделать так чтобы меньше ошибаться меньше обижаться вот этот вот откуда берется обида что такое происходит что вот обида буквально подкатывает и горло и и в общем-то человек просто понимает что все счастье закончилось может быть в таком плане я хочу сказать что глядя на сайты знакомства я обратила внимание на то что зарубежные сайты знакомства очень во многом демонстрируют состояние девушек на сегодняшний момент вот есть выбор есть огромный выбор пожалуйста со всего мира женихи смотрят на вас в качестве на вас как на невесту и что же происходит 30 лет за 30 лет а невеста таки остается невестой никто ее не взял именно для серьезных долговременных отношений и что происходит с этими невестами и что можно пожелать порекомендовать таким невестам уже засидевшимся конечно же рекомендации носят всегда индивидуальный характер вы можете что-то выбрать для себя из того что сказано а можете просто индивидуально обратиться с тем чтобы поговорить по душам и сделать для себя именно выбрать для себя те знания которые подходят конкретно вам потому что то видео которое собирает огромное количество просмотров там дается чуть-чуть там дается немножко там дается капелька и вот человеку кажется что все все там как-то по капелькам можно посмотреть и сложить красивую картину мозаики общего вида общий чтобы увидеть общую картину всего и обучиться тем самым всему я так понимаю что это невозможно вот эти вот капельки они так и будут разбросаны везде и вот эта мозаика общей картины она не может быть сложена почему потому что вы есть конкретная индивидуальность у вас есть свое прошлое настоящее и соответственно вы готовите свое будущее и все так взаимосвязано в вашем личном мире и в мире каждого человека что это все индивидуально и вы можете выбрать что-то но это то что вы выбираете как будто бы вы выбираете вы прилагаете свои собственные усилия свои собственные мощности до мыслительные интеллектуальные и так далее собственным мощности прилагайте к этому я вам сразу скажу что этого недостаточно здесь должен работать коллективные разум потому что вы видите только какую-то часть сегмент именно из из-за того что мы все разные и у нас разные способности есть для того чтобы увидеть общую картину это должно быть и должна работать команда команда профессионалов поэтому если вы даже выберете себе одного гуру взгляд этого гуру это тоже сегмент он конечно на порядок больше и выше чем сегмент одного человека который вообще профессионал другой области и конечно от когда выбирается гуру это тоже очень хорошо но я хочу вам сказать что это все равно сегмент и и вы не сможете создать из благодаря этому целостную картину своего счастья и готовиться к тому чтобы быть счастливым вот как с большой буквы чтобы быть счастливым поэтому я все-таки говорю вам что тема очень большая очень интересная конечно вы ее изучаете и смотрите всю но для того чтобы сложить целостную картину обращайтесь к профессионалам команде вот например я считаю что наша семья является такой командой мы все в нашей семье занимаемся отношениями характерами взаимодействиями между собой этого всего и и я думаю что вместе с вами мы можем вас подготовить реально к более полному ощущению вами вашего счастья но пока что на сегодня я хотела бы закончить на этом спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч